снова здравствуйте дорогие зрители значит тут сплошное невезение меня преследует нож мы потерялся скрываю вот этим вот огрызочком значит вторая проблема на почте пропали посылки ну как пропали они пришли в мое отделение и не успевают их разгребсти и поэтому то что я хочу у меня к сожалению до сих пор не пришло но при всем при этом да для видео в принципе достаточное количество поэтому давайте будем раскрывать были глазастые что ли или внимательно не знаю как правильно сказать зрители которые сказали в прошлый раз миш ты не распаковал одну посылку да но не распаковал я по какой причине потому что а помимо того что распаковывать да очень хорошо все таки сразу он пробует что из себя представляет чтобы понимать да и можно было давать совет вот очень хорошая идея брызгать креветки почему я не распаковывал потому что у меня не было лимона теперь у меня лимон есть и мы можем с вами все это дело ух тышь как все мог и стала она после того как я про лимон сниму надо будет заходить на какое-то время взять тряпочку вытереть блин ребят да это просто великолепно я не знаю на чем вам 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 видно нет это просто это чудесно то есть вот когда берешь лимон и выжила выжимаешь его на креветке они становятся ну как-то вот где-то кисло где-то не кисло вот такой брызгалка абсолютно равномерно можно все это дело выжать потом дожать это чудесное устройство я думаю займет свое достойное место в разделе кухонные приблуды если вам интересен этот раздел правый верхний угол нажимаете кнопочку информация там раздел кухонные приблуды но пока не особо много чего там есть но будет наполняться поехали дальше так давайте продолжим дальше подумаем что открыть так ну ребят да я подозреваю из этого видео я сейчас вот этот кусочек вырежу и размещу его сразу в двух местах первый раздел канала для автомобилей на второе раздел канала ну открою новый раздел канала назову его рок рок это достаточно серьезная фирма китайская она скорее всего то есть у них тут голограммки все как полагается она делает очень качественные качественные очень качественные товары и они зачастую очень дорого стоят но опять же извините за тавтологию они того стоят то есть вот их прям вот гарантийное талон что за гарантию могут давать я не знаю в принципе не суть важно так но посмотрите основное отличие от держалок которые были в моем предыдущем видео да то что те держалки просто вставлялись он таким вот образом вентиляционную решетку ну их можно было крутить вот таким вот образом не более того а здесь видите можно еще вот такой вот ход давать выше ниже так и да и все дело можно будет зафиксировать вот именно в нужном положении для вас качество качество очень хорошая то есть если мы возьмем скажем asus Zenfone Max ну поймите правильно я вот так держу чтобы просто не отражалась от его экрана asus Zenfone Max пять с половиной диагональю но видите абсолютно без проблем держит держит очень хорошо даже есть небольшой запас здесь прорезиненным то есть телефон ваш не пострадает и видите есть небольшой бугорок чтобы она не соскакивала идут у меня такие еще да чуть позже я думаю добавлю ну как минимум фотографию о том как они размещаются в автомобиле ну тут самая главная фишка заключается в чем найти их на распродаже потому что без распродажи у них достаточно высокая цена полазить поискать вполне возможно за недорого получится взять вот собственно говоря на картинке нарисовано как все это дело будет у вас в автомобиле удобно находиться да открываем два раздела рок и нет один уже открыт раздел ребят я все время забываю да раздел для автомобиля открыт и дополнительно открываем раздел рок много чего интересного придет скоро будем снимать скоро будем снимать а пока продолжим распаковывать значит вот этот товар у меня уже участвовал в обзоре он до безобразия простой при всем при этом он копеечный и достаточно полезный да смысл какой у нас здесь находятся переходники для разных размеров сим-карты если у вас там карта сим-карта нано и вам вдруг появилась необходимость ставить ее в телефон который поддерживает больший размер вы вставляете суда не вставляете телефон еще больше вставляете сюда и опять же вставляете в телефону то есть все варианты переходников есть плюс есть ключ для открывания телефонов как там ленову вайпшот либо айфон то есть насколько помню такими ключами открываются стоит что-то там в районе 15 рублей то есть абсолютные копейки вещь вещь со своей задачей справляется да есть вот бывает она нужна ну закажите заранее да то есть абсолютно полезная штука значит ребят я в первую очередь честный блогер до который очень не хочет чтобы мой совет ну оказался плохим до чтобы вы что-то купили по моему совету а потом сказали между это какашка полнейший да ну что что нам такое понасоветовал по этой причине в этом разделе раздел да где это будет находиться помимо распаковки за сентябрь и распаковки за 2016 год будет отдельно вот этот маленький ролик про реплику бритвенных станков ребят не покупайте эти бритвенные станки чушь полнейшая гадость редкостная бреют отвратительно волосы дергают никакого удовольствия комфорта и прочих вещей нету это неправильная карта то есть вы не сэкономите обругаетесь матом и вот вот эти станки не надо брать я ссылку конечно под них кладу вдруг у вас там какие-то задачи для них совершенно другие уж не знаю что там вы можете делать вот бриться ими не рекомендую качество отвратить не туда я это распаковал не смогу вам сейчас показать как все это дело будет сидеть на телефоне для которого этот чехол пришел а пришел он для lenovo вайпшот но как минимум можно будет посмотреть качество продукции то есть вот вы видите 3d рисунок немножко так выпирающий а сделан он конечно на принтере никакими руками здесь там разговора о том то что он делается нету делается на принтере но ребят при всем при этом он стоит ну чтобы вас не обмануть там 100 100 с копейками рублей то есть абсолютно недорого приблизительно стоимость простого прозрачного чехла на ленову вайпшот но садится соответственно хорошо потому что этот чехольчик для него то есть там ошибиться достаточно сложно вполне хорошее качество берут и вставляют там в принтер в какой ты все это дело красит не буду я его повторно распаковывать когда придет ли нового вайпшот ну просто вот вы здесь и увидите и так же я в принципе положу его наверно в раздел для телефона ленову вайпшот и обзор не совсем понимаю зачем мне к двум телефонам ты комплекта защитных пленок и бамперов да ну видимо м джей ошибся такое тоже бывает такое тоже бывает значит ребят я специально не стал на нилкин выкладывать что-то прям вот ну если помните да было два чехла которые я потестил посмотрел да я хотел дождаться 4 чехлов до получить все четыре цвета и посмотреть как они работают значит помимо них ко мне пришли телефоны asus zenfone max версия 32 гигабайта если вы обратите внимание они от седьмого месяца 2016 года то есть это прям вот свеженькие телефоны здесь тоже седьмой месяц 2016 года но учитывая что у нас наступил сентябрь то есть им прям вот и они там какое-то время шли в пути там абсолютнейший свежачок кстати ребят когда вы покупаете телефоны из-за границы да вот у вас пришла посылка ну не поленитесь снимите распаковку посылки на видео да потому что открывая посылку есть там некая вероятность то что где-то по пути исследования может быть там на почте россии может быть где-то еще вам могли подменить телефон на там не знаю там деревянную чушку какую-то да поэтому лучше заснять что потом можно было спорить значит чехлы нилкин не нравится мне желтый скотч надо наверное написать ему а там то что желтым скотчем не надо все это дело паковать от него остаются следы ребят давайте поближе значит но пока упаковывают когда даже есть гель силика есть поролончик чтобы все это дело не попортилась не испортилась голограмма на упаковках то есть но утром вот все как полагается здесь зачем-то даже два пенопласта положили ну да и ладно значит вот вся нехитрая цветовая гамма в чехлах нилкин для asus он фон макс которые идут под кожу это более дорогие есть подешевле чуть-чуть серия спаркли она конечно по бюджет не выглядит но там есть свои плюсы значит что из себя представляют чехол вот он красный вы максимально можете понять и вот и реальный цвет значит внутри вот этот как бархат немножко сделано очень хороший пластик до который сверху вот видите пластик заканчивается здесь начинается вот фальшкожа не знаю что это кожа молодого дермантина или что это значок нилкин все красиво все симпатично значит вот у нас черный как выглядит все то же самое внутри бархат здесь пластик пластик имеет уже но такой матовый пластик имеет уже черный цвет у них есть защита динамика да то есть дополнительно здесь видите прям вот сеточка вот у нас коричневый цвет он вполне милый симпатичный и вот у нас белый цвет не знаю почему он внутри серый ну наверное так решили чтобы хорошо значит еще раз да по чехлам нилкин были некоторые проблемы вот у этой серии относительно срабатывания флипковера ну смотрите да а кстати что я сделал я обновил программу asus флипковер ведь достаточно большой зазор сделал он срабатывает давайте вот сюда сделал зазор большом срабатывает ну смотрите как он великолепно срабатывает огромнейший зазор вот потерялся давайте чуть ослабим появился ну это 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 очень огромный зазор то есть это хорошо да все очень быстро работает смотрите с белым все великолепно телефон в нем выглядит вот следующим образом ну естественно сюда конечно лучше ставить белый телефон да ну вот у меня черный поэтому я вам показываю черный чехол срабатывает проблем никаких берем коричневый черный вот черный в принципе самый самый такой приятный цвет ну я наверно все таки не буду им пользоваться потому что как тот чехлы отнимаю значит опять же да открыли закрыли камеру включил зачем-то без проблем работает ну и вот так вот будет выглядеть красный у него есть свои плюсы у красного цвета становится более заметный вот идет и зато некий минус у него он не хочет срабатывать вы знаете вот сейчас давайте верну в белый цвет почему в белый потому что на белом цвете будет это лучше всего заметно то есть вот на руку сработал все хорошо и как тут он переживается ведь достаточно хорошо а вот с красным как-то и надо щель вот то же самое снизу видите щель у меня такое подозрение начал далеко ходить вот он белый вот он красный хоть все то же самое ну смотрите срабатывать срабатывает но некие проблемы у него со срабатыванием возникают насколько это разработается не знаю это первый момент второй момент по предыдущему моему обзору двух цветов я говорил то что это скорее всего не брака особенность потому что было два чехла и у обоих была похожая проблема в данный момент у нас четыре чехла из них только вот у красного эта проблема есть дав теперь я подозреваю что здесь какая-то все-таки вот высокая вероятность ну то ли брака то ли дефекты то ли там какого-то неправильного момента вот эти все три чехла работают но абсолютно без проблем у этого чехла у красного да там некая проблема возникает насколько во время эксплуатации она исправится не исправится но к сожалению не скажу значит за 7 я думаю это видео можно закончить как резюме цвета посмотрели возможность брака озвучил и значит напоминаю если хотите телефона в наличии у меня есть небольшой наценка я готов вам их отдать до чтобы не ждать долго посылки с китая а если вы не можете заказать на алида и вам нужен посредник для этого дела я могу выступить бесплатно посредником то есть вот рубль в рубль да я заказываю получают делаю на это обзор и отправляю вам заходите в группу вконтакте там разнообразные розыгрыши достаточно хороших призов плюс там но с удовольствием буду рад вашим обзором то есть вы что-то интересное получили сделали фотографию предложили это как новость вместе со ссылкой и все это дело я посмотрел разместил люди посмотрели да хорошая вещь ну почему бы не заказать засим пока все до скорых встреч